приветствую всех аркадий романович с вами этот сигнал если вы его будете торговать с вероятностью 80 процента вы будете делать профиты на рынке и это индекс nasdaq в 1651 пришла информация о том что готовься покупать котировка покупки 15 630 и мы готовимся купить чтобы купить первое что мы делаем мы нажимаем на нашем советники вот здесь внизу видите line кнопка line нажимаем у нас появляется желтая линия та линия где будет установлен наш ордер отложенный он будет ждать когда цена придет и его зацепит естественно в реальном времени мы мониторим эту ситуацию ориентируемся на информацию вот здесь со сканера и немного корректируем при необходимости а пока мы его поставим прямо вот сюда и нажмем buy видите открылась сделка все установлено стоп лосс этой профит все уже готово все запрограммировано все что нужно трейдеру поставить это на поток поэтому ждем и возможно в дальнейшем мы будем усиливать нашу позицию наращивать объем точка где возобновиться усилиться ускориться тренд то есть где то самое место ведь когда мы торгуем по тренду и особенно мы торгуем на м1 или любом внутри дневном графике точность это то что нам нужно если мы вошли не в то время не в том месте мы скорее всего будем терять деньги даже при правильной идеи в целом что рынок там пойдет наверх то здесь важно супер точность и вот оно место самое точное для покупки и когда мы работаем с трендом мы хотим как раз вот эти вот коррекции откаты покупать и вопрос что происходит перед коррекциями что дает нам уверенность в том что нужно покупать и затем когда эта коррекция случилась где то самое место где мы можем открывать сделку и вот за это отвечает тренд сканер сильнейший алгоритм который объединяет все мои знания за более чем 10 лет о том как выглядят лучшие тренды сначала я это автоматизировал в своей системе cluster trader а сейчас это может находить сканер то есть специальный алгоритм который скажем так наподобие искусственного интеллекта то есть он обрабатывает огромное количество информации он мыслит и скажем так даже не мыслит он имитирует поведение трейдера то есть то как я собираю данные как я собираю информацию как я сопоставляю факторы как это делать мои студенты он может делать практически то же самое и приводить нас к той же самой точке покупок или продаж который мы бы сами пришли действуя как он да или действуя не как роботы да в том смысле что 1 2 3 но это невозможно мы так не можем действовать потому что у нас есть эмоции у нас есть какие-то чувства связи отношения графику много разных факторов которые могут влиять на сегодняшнее наше восприятие рынка и соответственно наше решение наше внутреннее состояние наше физическое состояние как мы провели вчера день в трейдинге и это все может сказываться алгоритм же не имеет ощущения не имеет чувств он делает все то же самое но только на постоянной в отличие от нас основе мы не постоянно в этом никогда не будет поэтому сейчас отличное время скажем так на бирже на рынке да потому что много лет назад этой возможности не было у трейдеров сейчас такая возможность есть то есть использовать силу мощь автоматического вот этого процесса автоматических вот этих программ для достижения стабильных результатов трейдинге то есть через автоматику через постоянство мы приходим дисциплине потому что мы видим одно и то же исполняем одно и то же и мы не просто как увидел принял решение а мы параллельно еще и учимся и смотрим на график такой сбалансированный и очень качественный подход именно к обучению к обучению вы можете тоже подключиться ссылка здесь внизу под видео изучайте информацию но и ждем вас на онлайн торговли потому что эта неделя была супер насыщена контентом связанным с психологией с тем как когда можно когда нельзя торговать когда лучше торговать когда отказываться от сделки то есть очень много тактических фишек о которых я вообще нигде не говорю только на закрытых торгах на закрытых трансляциях и вы можете тоже стать участником но сегодня хочу показать вам эту ситуацию эту сделку неважно если рынок пойдет наверх без меня рано или поздно мне будет шанс купить на коррекции пажала рано или поздно будет поэтому ждем не торопимся а я был в режиме этого скажите скриншотов видите он упал но чуть не дошел до моей зоны паразит пока убираем наш ордер чуть-чуть не хватило до какие-то копейки бывает такое что чуть-чуть цена не доходит и подождем новые сигналы вот мы видим нефть wti на радаре смотрите что вы делаете вы берете и кликайте на wti или на другой ваш символ нажимаете и попадаете на этот график уже с загруженной системой уже загруженными настройками готовыми настройками и вы видите котировку продаж 76 56 давайте возьмем daily график нефтяной на самом деле дневной график где мы раз два три дня подряд рост до этого посмотреть какой сумасшедший этот палка до сумасшедший выстрел вверх поэтому я не думаю что мое решение на бай о извините нас цел есть хорошее скорее куда выгоднее куда правильнее куда логичнее искать покупки здесь и за это отвечает мой другой сканер smart его как раз задача поймать минимум вот этого движения падения если оно произойдет а продавать здесь ну на мой взгляд достаточно рискованно учитывая контекст потому что мы всегда смотрим на то что вообще происходит на старшем графике в частности вот на daily мы видим что цена выше уровня предыдущего этого сильного уровня увидишь несколько дней цена растет поэтому я воздержусь от каких бы то ни было продаж пока пока ну а тем не менее если трейдер агрессивный что значит агрессивный он торгует несмотря на на сел несмотря на то что дневной график идет вверх он нажимает line он берет вот эту линию сюда и нажимает цел сделка автоматически устанавливается но я считаю что это не не good не очень хорошее решение тем более если мы внимательно с вами посмотрим мы увидим что колонка правдей содержит информацию mid mid означает цена в середине то есть внутри максимум минимум предыдущего дня по факту мы торгуемся внутри вот максимум дня вот минимум дня и вот мы где-то здесь посерединке и мы здесь пытаемся продать да и рынок более неустойчив когда торгуется внутри предыдущего дня и он сегодня не выходил график нефтяной за максимум минимум предыдущего дня поэтому возможно там и останется и попытки сыграть или торговать по тренду они не будут так вознаграждаться до скажем не как попытки играть на разворот что посмотрим пока не будем сбегать вперед но сюда входить я не буду по нефтяному рынку и вот мы видим утром были еще сигналы по евро иене фунт иене на сел локальный отлично отработали но это была европа и это было прям с на открытии европы 10 05 так что нефть мы можем вот так убрать и все и ждать если обвалится то тогда подобрать этот рынок но обвалится куда ближайший уровень здесь это по моему 70 75 60 75 75 где-то вот здесь предыдущая структура сопротивление потом стала поддержкой что я думаю что если обвалится вот это место она идеально подходит для бай и вот тогда если мы увидим на нашем смарт осцилляторе сигнал на бай здесь это будет идеальный лонг и не так много осталось эти тут совсем копейки все то есть сюда ударит вот этот индикатор smart если он ударит сюда то есть опять же таки вот в чем преимущество автоматики для трейдера до что делает автоматика для трейдера для вас она вам показывает объективную информацию вы ее можете пощупать вы ее можете измерить вы можете ответить на вопрос только да или нет то есть либо мы коснемся вот этого уровня либо нет когда цена придет к тому уровню который мы нарисовали на дневном до час графике или там на часовом все если до правила и язык программирования да когда мы что-то программируем мы задаем условия если то если например нефть пришла к уровню 70 мы сказали сколько 7676 что-то такое да вот там уровень час вернемся разберем 7676 и мой smart осциллятор ушел ниже минус 90 то есть вот этого и зеленого уровня то я готовлюсь покупать все это объективно да либо мы придем туда либо не придем к этому значению в этот момент либо будет осциллятор ниже либо он не будет не все и вот так игры вы тренируете свой мозг формируете новые связи вот здесь и все более более уверенно себя чувствуете потому что ясно что делать справа ну понятно не так много условий которые нужно там все их сопоставлять их сверять тем более это все делать сканер сканер вперед их все сопоставляют тебе дает готовом виде что ждем посмотрим придет ли не придет никаких проблем у нас нет задачи и зависать там на над графиком да или как некоторые буквально влюбляться в него но все я вот его торгу сегодня торгу только не все остальное не смотрю или золото нет такого мы понимаем что здесь вероятность высокая заработать почему структура экстрим осциллятора до вчера мы с трейдером как раз-то разбирали а мы находили вот эти зоны когда осциллятор smart по направлению вверх достигал вот таких значений каждый раз когда это происходило были существенные развороты если сегодня это произойдет вот здесь то возможно мы тоже увидим разворот да мы видим сейчас осциллятор находится на такой локальной поддержки почему локальной поддержки потому что мы здесь тестили развернулись тестили развернулись почти здесь подошли развернулись и вот сейчас подошли но это такой уровень промежуточный И я использую такие самые экстримы, то есть самые крайности, можно сказать. Потому что меня интересует ситуация в контр, скажем так, трендовой торговле, когда рынок идет, идет, растягивается резко и вот так. То есть меня интересует вот это место. ВИ, так называемые графики. ВИ, когда рынок ударяется, убегает. А когда он ползет вот так медленно, медленно или вот так динамично, то БАЙ здесь, скажем, это плохая покупка. То есть такое же, скажем, такое же движение, только оно состоит из вот таких коррекций, движений, коррекций. Это плохо работает и обычно это приводит сначала к консолидации, к формированию двойного, тройного, четверного дна или попытки пробить потом. И потом мы видим какой-то там разворот. Это долго очень. И это тоже работает, круто, но я говорю, чаще всего это не ограничивается торговой сессией, а уходит за пределы торговой сессии, потому что вам это долго надо ждать. А меня интересуют быстро, резкие, моментальные развороты, которые могут принести прибыль в течение получаса, скажем, да, плюс-минус. А может быть меньше даже. И чем острее вот это падение, тем сильнее отскок потом. Вот эта точка, это мой БАЙ. Эту точку находит смарт-осциллятор и смарт-сканер, который основан на этом индикаторе. То есть сканер берет показания смарт-индикатора вот этого и намного-много рынков распространяет. Плюс он добавляет фильтры определенные, потому что не всегда вы так можете купить. Если это будет движение, скажем так, просто отдельное, без ничего, оно не будет эффективное. А если мы добавим несколько важных фильтров, которые также встроим в наши смарт-сканеры, которые нам самим не надо отсматривать, то мы сможем исполнять с очень высокой вероятностью и с высокой долей объективности. Есть, да? Вот основная наша задача какая. А не то, что, о, а может он сейчас пойдет вниз, а может он такой, знаете, угадайка. Игра в угадайку. Так что упадет, хорошо. Вот, кстати, падает недалеко уже от нашего уровня. Это М1 график. Ну, мы узнаем. Если цена придет, мы узнаем об этом, нам сканер сообщит. Недолго еще. Ты вроде видишь хороший сигнал, и ты знаешь, что это хороший сигнал. Но ты все равно тревожна. Бывает такое? Ставьте лайк. Вот если внутри тревожно, это говорит о том, что вы все делаете правильно, но просто еще зарабатывание денег в трейдинге не стало частью вашей, ну, частью вас. Вы до этого теряли, 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 чувствовали себя. Я вообще чувствовал себя говном на самом деле полным. Ну, все по-разному себя чувствуют. Там чувство вины, обвинения кого-то, системы, рынка. Ну, вообще такое разочарование внутреннее, да, именно с собой, своими действиями. Может быть, и не собой, а кем-то еще, чем-то еще, не важно. Короче, причин, и трейдер ищет причину, да, своих неудач. Но зачастую, когда уже вроде как все срослось, торговля пошла, единственное, чего в этом случае не хватает, это времени. Нужно дать себе больше времени, чтобы прибыльная торговля, она, прибыль сама по себе, она стала появляться и постепенно выживалась, как вашу торговую жизнь, скажем так. То есть, это как процесс зарабатывания денег или получения денег, да, там, на работе, зарплата, в бизнесе, да. То есть, вы как-то вот, это естественно, да, что ты там по работе получил, а это еще не естественно. Вот, чтобы это стало естественно, нужно немножко переждать этот момент или вот это состояние, когда вы, например, готовитесь к сделке, вам страшно. Вроде головой понимаете, что все хорошо, а внутри какая-то тревога такая или опаска. Есть такое, да? И вот это очень глубокая тема. Я вот, видимо, на этой неделе много с трейдерами разбивал психологию, поэтому на этой неделе хорошо идет психология, тема психологии. Вот, и это очень-очень такая, ну, глубоко сидит в человеке, в трейдере. Также это может быть связано с его отношением к трейдингу, с убеждениями по поводу возможности зарабатывать деньги. Но это пусть он сам разбирается. Но я говорю именно про практические вот эти моменты, которые вы можете контролировать. То есть, вы можете, чувствуя вот эту опаску, страх, все равно идти до конца в своем решении, которое у вас прописано на бумаге там или в системе заложенной и так далее. И когда вы несколько, несколько, там, ну, не 5 сделок, 100, 200, 300 сделок совершите с коротким тейком, короткий тейк, я имею в виду небольшой, там, ну, скажем, 1,5, то есть коэффициент. Если ваш стоп-10 пунктов, тейк-15, чтобы тейк был именно, чтобы он срабатывал именно, потому что большой тейк не будет срабатывать, тогда потихоньку профиты, они будут наполнять ваш счет. Ну, то есть, они будут в зеленую строчку, это будете пресловутые видеть больше. И они постепенно, вы начнут образовываться взаимосвязи вот здесь в голове от ваших действий, от вот этого подхода, от вот этого сигнала, от вот этой картинки есть доход здесь. Ну, то есть, на счете. И когда вы в следующий раз, в следующий раз, в следующий раз это будете видеть, то для вас станет это естественным получать доход от этой ситуации, и вот этот страх того, что вот сейчас, которая есть, да, внутренняя тревога, которая есть, не будет проявляться, потому что это уже вам, ну, часть вас постепенно становится частью вашей жизни, там, и так далее. Понимаете, надеюсь, что я говорю? То есть, я знаю трейдеров, которые там, что только не попробовали, потом вроде начало получаться, выработали стратегию, купили стратегию, меня купили, неважно. И в какой-то момент вот у них пошла торговля, и вроде идет все, но постоянно вот эта внутренняя их неуверенность или страх какой-то, да, сомнение, или даже не сомнение, тремор какой-то внутренний, прям вот чуть-чуть дрожь. Вот она постоянно их сопровождает. Это нормально на сто процентов, да, говорит, что вы все делаете правильно. Все делаете правильно. Просто это еще не стало естественным. Да, так же, как и естественно для вас получать зарплату, там, получать доход от своего бизнеса, проектов, ну, чем бы занимать, услугами. Это еще не стало естественным. Также есть другие нюансы. Это связаны нюансы с телом. Очень важный нюанс. Это отдельная вообще ветвь, да, проработка тела. Не эмоцией. Вы не успокоите эмоции, если в теле сидит какая-то старая обида, которая в итоге у вас, ну, она на теле проявляется как какое-то уплотнение, да, какая-то вот напряжение мышечное, да, болит там постоянно. Вот все вот обиды, которые у нас происходят, да, особенно в трейдинге, обиды на само себя, разочарование в своем трейдинге, они же как впитывают, мы как губка, наше тело впитывает, копится, копится и образуются такие точки вот зажимов, даже спазмов, может быть, в какой-то мере. Вот, и они остаются, они никуда не деваются. То есть вы психанули в трейдинге, вы почувствовали боль, такую эмоциональную, да, разочаровались, испытали чувство вины. Это сегодня прошло, а в теле оно осталось никуда не делось. И это достигается не медитацией, не какими другими средствами, кроме как работы с самим телом. И когда это освободится в теле, здесь все расслабится. Это проработка, естественно, вот этой части, скул, проработка живота и других зон. Но это другая, совсем другая тема. Более серьезная, более глубокая, это уже, скажем, уровень, когда ты, ну, уже, уже там, ну, прям готов к этому. Это отдельная история. Но это не нужно, если новенький трейдинг, ему это вообще не надо. Не надо прям с этого начинать, да. Надо вот начинать с объективных критериев. Я вижу это, 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 значит, я делаю так. Сейчас мне надо еще сверить, там, здесь посмотреть, совпало, не совпало, тут пересеклось, не пересеклось. То есть ты уходишь от того, чтобы стать прибыльным. Это естественно, потому что тело все противится этому. Потому что это еще новая, это закрытая территория. Вот как только вы туда войдете, с ноги, я не знаю, как сразу вы почувствуете комфорт, уверенность, спокойствие, умиротворение, сделки не будут казаться какими-то, там, что кто-то за вами гонится или там сшибают стопы. Ну, таких вот, знаете, паранойи такой не будет. Это паранойя. Понятно, что есть такие там ситуации, когда могут там что-то выносить, но это могут быть новостные какие-то, да, события, какие-то связанные с, там, если на рынке никого нет, естественно, кто-то может им манипулировать элементарно. На неликвидном рынке, вот на рынке акций посмотришь, там, рынок вообще еле-еле торгуется, там, объемов нет, вдруг он, бац, шарахнул, и все, и затух опять одна свеча. Естественно, если ты заходишь в такой рынок, то такое с тобой может произойти вопрос, зачем ты туда заходишь в такой рынок. Естественно, у тебя потом возникают мысли, что там кто-то гонится. И еще интересный момент, что трейдер обычно убыточный вот здесь, в первую очередь, у тебя может быть прибыльная система, а убыточный трейдер вот здесь, он игнорирует такие хорошие идеальные сделки. И в хорошем рынке, вот при четкой картинке, ему всегда страшнее, чем в нечеткой картинке. Он более активен, он более, скажем так, больше открывает сделок или, скажем так, увереннее, когда рынок слабый, пассивный, а рынок слабый и пассивный равно убытке, как правило. И он там активный. Почему? Потому что это его приближает к убытку, к его привычной территории, знакомой территории. Вот так вы незаметно для себя опять возвращаетесь к, ну, скажем, привычному образу, привычному своему эмоциональному, психоэмоциональному состоянию. Хотя я понимаю, вы хотите изменить его, изменить свой результат, да. Но вы таким образом возвращаетесь к ним. Может быть, еще раз, это неосознанно происходит. Просто понаблюдайте. Я почему так уверенно об этом говорю, потому что сам через это все прошел. Я стал замечать, что в моей сделке вот все очевидно, а я что-то вот, какой-то некомфортно мне. А почему мне некомфортно? Ну, потому что на тот момент не было естественно для меня делать деньги и быть прибыльным. Поэтому прибыльные сделки для меня это как, знаете, такая пленка, заслон такой. А ситуации в трейдинге, которые избегают профессиональные, да, трейдеры, то есть, когда рынок вспынет, я там, ооо, я там герой, давай, buy, sell. Там уверенно себя чувствуешь. Подумайте над этим. Если вы вот этот момент зафиксируете, вас ждут выдающиеся результаты, но, естественно, не завтра, не сразу. Это процесс долгий достаточно, очень долгий процесс. Давно у нас таких видео не было сочных на канале, именно связанных с психологией. Очень мало людей об этом говорят. Очень прям щепотку людей можно найти. И мы ждем приглашения от нефтяного рынка. Когда нас пригласят, скажут, заходите. Мы вам рады. Но пока нет. Пока нет. Мы ждем. Но в любом случае, я надеюсь, что это ценно для вас. Ценно информация. Если да, напишите что-нибудь в комментариях, чтобы я понимал, что тема психологии актуальна. Проигры, к сожалению, времени прям нет. Но 5 минут еще побудем с вами в эфире. Я очень бы хотел что-нибудь сегодня интересненькое вам показать, но, видимо, нет. Видимо, ноу. Видимо, ноу. Ну и ничего. Может быть, нефть еще упадет, да? Смарт-осциллятор, если ударит вот сюда, в низину. Ага, ага. Покупаем, покупаем, покупаем быстрее. Покупаем скорее. Успел взять. Успел купить нефть. А вот сигнал. Видите? 17.35 75.302 Давайте сейчас этот поменяем. Секунду. Чтобы видно был ордер, да? Вот он. Ну там, buy. Я короткий тейк поставил, потому что я захожу, выхожу и все. Крайне вероятно, что мы заработаем. Идеальный вход прямо вот здесь. То есть, ну, 302 уже ниже, даже почти не было цены. Что готовимся заработать и заканчиваем. Готовимся забрать тейк. Забираем профиль. И все. Пока. Увидимся. Ссылка на все мои программы под видео. Становитесь лучше. И используйте обязательно автоматические методы, которые действительно работают и которые перепрошивают буквально ваше сознание и настраивают на прибыльную и, конечно же, комфортную торговлю. Все. Пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok